Слово Божие 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 Бог посылал на них Вот некоторые такие Сложные обстоятельства Потому что когда Бог Привел их в обетованную землю Сказал Все народы, которые среди вас Вы должны удалить Не должно быть Но почти Каждое колено Оставило себе людей Которые поклонялись чужим богам И определенное время Они склоняли их Если человек Верующий Особенно молодые Они каются в своей жизни Но иногда Есть такой псалом Будь благочестив Но только грех Любимый утаи И когда он Оставляет его Не изгоняет его Силой Божией В свое время Он даст В их жизни Какое-то Такое Что оно будет Обладать Но когда Израильский народ Эти народы Которые оставались Они угнетали их Они опять Начинали вопеть Богу И Бог добрый И милосердный И Он спасал их И вот опять Трудность в Израиле И Бог Уже готовит Специально человека Потому что Мы считали Сорок лет Фелесимляне Их угнетали И Бог Готовит Специально человека Самсона Вот Бог ему дает У него очень было Благословение Ангел особенно Сказал о нем Родители были Очень богобоязненные И они Очень так Спрашивали Ангела И Самсону Бог дал Тоже очень Большие благословения Во-первых Он был Ну Любимый человек Любимый сын У родителей Потому что Бывают разные Ситуации В семье Я читал Как-то Ну есть такие Притчи Песни Копылова И Одна мама Жалуется Она лежит В своей Уже такой Предстарческой Жизни И некому За ней Вот Смотреть И она Жалуется На Бога Как-бы Почему у меня Такая жизнь Но Вот В этой притче Как-бы Ей является Ангел Говорит Знаешь Почему у тебя Такая жизнь У тебя Была бы Совсем Другая жизнь Потому что Тот Ребенок Которому Ты не дала Чтобы он Родился У моих Планок Было Чтобы он Тебя Приглядел Чтобы он Смотрел За тобой Но ты Хотела Вот Такой Яркой Жизни И Где-то О чем Я говорю Что где-то Бывают Нелюбимые Дети В семье Не хотят Но в Соломона Было все Прекрасно Бог имел Очень большие Блословения О том Чтобы Самсон Спас От того положения В котором мы находили Целый народ Вот Было Божье Блословение Божье Видение На это Человек И казалось бы Если бы Самсон Удержал Это все В своей Жизни Если бы Самсон Удержал Это в своей Жизни Я думаю Что Это было бы Очень большое Блословение Были Несколько Небольших Условий Несколько Небольших Условий Например Не прикасаться К нечистому Не стричь Волосы И ничего Не кушать И не пить То что Виноград Рождает Казалось бы Простые Условия И Блословение От Бога Блословение От родителей И Бог Еще блословил Очень большой силы Очень большой силы Когда мы читаем Что он мог делать И казалось бы Этому Молодому Человеку Этому Молодому Человеку Нужно было Держать То что Бог ему Дал И Блословить Израильский Народ И вывести Его С этого Рабства Но Есть Всегда Искушение В жизни Людей У каждого Из вас Есть Искушение У каждого Независимо От возраста Есть Искушение Чтобы Не удержать То Что Бог нам Дает То что Родители Нам предлагают То что В нашей жизни Оно должно Быть Наше Оно должно Быть Наше И Бог Через Чтобы Мы Держали Его Бог Очень Блославлял Но Как мы Смотрим Как мы Смотрим Что Самсон Самсон В своей жизни Понимая Все это Понимая Все это Но Он Не держал То Что Имел Не держал То Что Имел У него Были Проблемы С чем У него Были Проблемы С тем Что Было Запрещено Он Должен был Спасать От Филистимлян Но У него Иногда Ему Нужно Быть Среди Филистимлян Но Когда Читаешь Он Иногда Ходил К Филистимлянам Потому Что Ему Что-то Там Хотелось И Когда Он Постоянно Там Ходил Постоянно Где-то Заглядывал Ему Нравились Эти Женщины Из Филистимлян Вы помните И когда Он Много Там Пребывал Оно Привело Его К тому Моменту Который Должен Быть В его Жизни Ему Даже Запрещалось Как мы Говорили От винограда Что-то Употреблять Но Когда Мы Читаем Он Постоянно Почему-то Помните Когда Он Зашел Туда Виноградник Он Там Постоянно Где-то В этом Винограднике Почему-то Крутился Помните Ему Было Запрещено Чтобы Он К Мертвичине Не Прикасался Но Он Там Убил Льва Потом Он Идет И взял Вы помните Эту Историю И он Прикасается То есть Те Небольшие Условия Которые Были Даны Самсону Казалось бы Такое Большое Обласловение Так Бог хочет Твою Обласловить Но Есть Эти Искушения В жизни И он Почему-то В этой Жизни Ну Потихоньку Их Все Нарушает И это Было Печально Это Было Печально Я Как-то Слышал Один Проповедник Проповедовал Это Было В Америке Он Говорит Знаешь Что Говорит Мне Как-то Позвонил После Девяти Один Очень Важный Человек Врач Сильный Вот Такой Говорит Мне Никто Знал Что Нельзя Звонить После Девяти Потому Что Я Утром Встаю И Я Недолго Мне Вечером Никто Звонил Но Он Подзвонил Среди Ночи Я Говорит Понимаю Что Что-то Очень Серьезное Случилось Говорит Знаешь Что Ты Большой Проповедник Молись За меня Говорит Что Случилось Говорит У меня Была Операция И Больной Он был Заражен Каким-то Особенным Вирусом Говорит И Когда Я Ему Сделал Операцию Говорит Когда Я Сделал Операцию Медсестра Говорит Что У тебя Маленькая Царапина Вот У тебя Маленькая Царапина На руке И Говорит Что Так Сложно Что Маленькая Царапина Нет Ты Не Понимаешь Маленькая Царапина И Когда Она Соприкасается Потому Что Уже Есть Инфекция Это Может Привести К Большому Я Могу Умереть Он Врач Понимал Я Действительно Начал Молиться О чем Я Хочу Сказать Что Кажется Что Человек Делает Самсон Делал Дело Божье И На Его Взгляд Казалось Быть То Что Он Постоянно Где-то Заглядывает К Семлян Потому Что По Чуть Чуть И Нарушает Слов Божье И Оно Привело Вы знаете Какая Трагедия Какая Ситуация Случилась С Самсоном Что То Что Бог Ему Дал То Что Он Должен Держать Своей Жизни То Что Давно Было Благословить Большой Народ Он Потихонечку Начал Растрачивать Потихонечку И Конечный Результат Вы знаете Глаза Ему Вы Помните Его Конечный Вот Такой Исход Очень Печально Очень Печально Сказать Что О каждом Из вас Независимо Каждом Из вас Есть План Божий Есть План Церкви Есть И важно В нашей Жизни То Что Бог Нам Дает Держать В нашей Жизни Держать В нашей Жизни Не просто Изучать Когда Он Придет Да Возможно Братья Будут Говорить Какие-то Признаки Присшествия Господа Иисуса Христа Я не знаю Как будет Конференция Но я думаю Что мы Понимая Что Иисус Христос Скоро Придет Чтобы мы Держали Что имеет Есть Большие Возможности У каждого Из вас Есть Большие Возможности Но Маленькая Царапина Маленькая Куда-то Мы Заглядываем Куда-то Мы Не идем Оно Может Просто Те планы Которые Были О нас У Бога Они Просто Мы Их Можем Изменить Потому Пусть бы Бог Благословил Нет У нас Сейчас Времени Много Рассуждать Но Пусть бы Бог Благословил Каждого Из вас Чтобы вы Поняли Что В вашей Жизни Есть В вашей Жизни Есть Очень Большие Благословения Во-первых Вы живете В стране Свободы Проповедей Евангелия Во-вторых Вы имеете Прекрасную Церковь Очень рад Видеть Новый Молитвенный Дом Вы имеете Большинство Из вас Верующих Родителей Я знаю Молодых Людей У которых Родители Неверующие Которые Запрещают Им ходить В служение Которые Всячески Препятствуют У них Нет Таких Возможностей И когда Я смотрю Как они Извините За такое Слово Карабкаются Чтобы быть Среди Верующих И думаю Что это Для нас Большой урок У нас есть Возможности Несколько раз Быть В служении Быть на конференциях Это нужно Держать В своей жизни Потому что Дьявол Он хочет Забрать То что Ему Очень не нравится Что-то Приехал На конференцию Потому что Не все Мы услышим Но что-то Мы услышим Что-то Оно ляжет На наше сердце Как-то Оно так Меняло В моей жизни Я там Услышал Там Услышал Возможно Не все Но те моменты Которые Бог хочет Что мы услышим Мы слышим Поэтому Очень большое Обословление Дьявол Это не нравится Что мы То что Имеем Чтобы мы Держались Что мы Пользовались Им Чтобы Не пошли Какой-то Другой Дорогой Самсон Пошел Другой Дорогой Печальный Конец Его Пусть бы Бог благословил Потому что Эти маленькие Царапины Дьявол Это Его цель Украсть Убить И погубить У него Как я иногда Говорю Крючки Для ловли Рыбы Бывают Разные И наживка Бывает Разная Для каждого Из нас В нашей жизни Есть Искушение Для молодежи 21 века С развитием Вот Скажем Как брат говорил АТ-технологий Скажем Компьютерных Есть очень Много Скажем Препятствий Которые Убивают То что вы Имеете Они могут Остановить Иногда мне Молодежь Говорит А это можно А это можно А это можно Но не все Ты ответишь Что можно Что нельзя Иногда Они спрашивают Ты даже Не понимаешь О чем Они спрашивают Можно или нет Как-то они так Тонко и красиво Спрашивают Но я иногда Говорю так Знаете что можно Можно то Ну сейчас Компьютеры Айпеды Айфоны Да И это Иногда Такое В нашей жизни Не было Таких искушений От моей молодости Фильм Какой-то Смотреть Это Это было Ну как бы Уже Ну как бы Ты Я не знаю Какой грех Совершил Что ты пошел Фильм посмотреть Ну сейчас Это уже Я не знаю Как Но знаете Каждый молодой Человек Он имеет Когда-то мы боролись С телевизорами Да Ну чтобы не смотреть Сейчас Никто Ни с чем Не может Уже Бороться Потому что Каждый молодой Человек Имеет Себе коробочку Маленькую И там есть Очень много Хорошего Но там есть Очень много Плохого И дьявол Иногда Хочет Искусить На плохое Я говорю Знаете что можно Если вы что-то Смотрите В интернете Ну извините Я уже на эту тему И вы сидите И думаете Вот бы сейчас Наш пресс-фитер Пришел И так через плечо Посмотрел Что у меня на экране Есть хорошие проповеди Да есть там Да есть хорошие Скажем Тогда читайте И смотрите До утра Но если вы что-то Смотрите Что-то читаете И думаете Если бы кто Не увидел То уже выключайте Потому что Это уже Небольшая царапинка Которая она Может Заразить Мозг Дух И знаете Сейчас люди Я читаю Как-то в Киев Еду И есть Как это Называется Психолог Которые Людей Скажем Лечит От алкоголизма От наркомании И от компьютерной Зависимости Раньше так не писали Оказывается Что Компьютер Это такая хорошая штука Она тоже может Ранить Она тоже может Затягивать человек И то что мы имеем Та литература Которая сейчас есть Те доступные моменты Которые есть Иногда человек Не пользуется Бог хочет С него Иметь Какие-то Про каждого человека Он хочет Чтобы он в мире Исполнил свою Но Свою роль Но так как Самсон Такие были перспективы Избавить народ И Бог дал ему силу И Бог дал ему Хороших родителей И Бог Много что дал Но он Он как бы не отказывался От этого Но он постоянно Куда-то зайдет Постоянно куда-то Он заползет Постоянно где-то И в конце Конечно в результате Какая Какая жизнь Он не держал Я не знаю Что Бог вам дал Но вы точно Знаете Бог Что он дал Вы знаете Божьи ресурсы Когда вы приходите Потому что Мы так устроены Мы так устроены Написано Если Совесть Осуждает нас Тем паче Бог Ну так или нет Вы не знаете Меня Я не знаю вас Но вы точно Знаете Что вот это Что я делаю Мне хорошо На душе Мне хорошо В моем разуме Мне хорошо В моем духе Продолжайте Это делать Бог дал вам Это Бог ведет Вас Бог хочет Привести К каким-то Большим событиям В вашей жизни Но дьяволу Это не нравится И он хочет Вам дать Совсем другое И когда вы Это имеете Совсем другое Независимо Это компьютер Независимо Это какие-то разговоры Независимо Очень много У него ресурсов И вы чувствуете Что ваш дух Угасает Молитва Как-то не идет Вам уже в служение Как бы не хочется Зайти Как этот сказал Брат Что меня сюда Притянули Меня сюда Привезли Меня чтобы Родить Избегайте Этого Потому что Бог Грядет И никто Не знает Этого числа И возможно Молодые люди Иногда думают Ну мы еще Молодые Еще как-то Оно будет Еще как-то Мы и справимся Один молодой человек Пришел к проповеднику Говорит Когда можно покаяться? Ну говорит Разбойник на кресте Ну сколько там Времени Кто-то Вычислил Не знаю Оба дочери Говорит Ну да Хорошо Я понял И уже Назад Разворачивается Потом возвращается К пастору И говорит А вы Не скажете Когда я умру? Говорит Это я не знаю Знаете По статистике 50% людей Умирают до 18 лет Не верится Но статистика Вот такая есть Пусть Бог Благословит вас Молодежь Пусть вы видите Еще Детей Внуков Правнуков Но мы не знаем Когда Господь Придет в нашу жизнь Мы не знаем И тот Кто уже ушел Уже Господь В его жизни Пришел Пусть бы Бог Благословил Чтобы мы Наблюдали За своей Ногой Наблюдали За своим Сердцем Потому что Есть пример И Самсон Есть пример Иосиф Есть пример Даниила Вот Бог Дал им Определенный Ресурс Они Держались Это звезды Библейские звезды Самсон Тоже мог бы быть Такой библейской Звездой То что Бог Ему дал Он Исполнил Как-то свою роль Но С выколотыми Глазами И помните И сам Это как бы Уничтожил Этих Перестемлян И себя Уничтожил Бог дал Большие Возможности Каждому Из вас Все Скоро Граду Держи Что Имеешь Жизнь Верующего Человека Это борьба Для неверующих людей Дьяволу Нечего ему там делать Он знает Что он Для верующих Есть искушение Но У Бога Есть вся сила Чтобы Те планы Я не знаю Кто из вас Будет следующим Просвитером В этой церкви Или в других церквях Кто из вас Будет Миссионером Кто из вас Будет Евгелистом Всемирным Я не знаю И Бог Мыслит об этом Но все Зависит От нашего Состояния То маленькое Которое ты имеешь Держи Развивай 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 Не давай Место Дьяволу Пусть Бог Благословит вас Пусть Бог Дохмудрости Пусть Бог Говорит вам Этих два дня Чтобы Когда вы будете Уезжать отсюда Вы У вас Каждый раз Нам нужно изменяться Каждый раз Нам нужно Вот На одну ступенечку Быть выше Духовно Потому что Всегда можно Опуститься На одну ступенечку Ниже Пусть Бог Бережет вас От этого Потому что Это будет Только Разочарование Будет Нервозность Будет Депрессия Всегда Когда человек Оступает От Бога Всегда У него Не получается В жизни Всегда У него Есть трудности Всегда У него Есть проблемы Человек Который Идет Шаг за Шагом Бог Благословляет Возможно Меньше Материально В жизни Возможно В духовной Жизни Это такие Благословения Пусть Бог Благословит Вас Аминь